Геннадий Васильевич принимал участие еще в первом велопробеге 18 лет назад. Как считает Геннадий Васильевич, необычный крестный ход полезен не только для здоровья духовного, но и физического. За своей формой анапчанин следит, регулярно гуляет по набережной, занимается плаванием и неравнодушен к велоспорту. Это духовность города Анапы. Без духовности Россия тяжело. Призываю всех анапчан, которые ездят на велосипеде, пускай присоединяются. Крестный ход был посвящен празднованию Покрова Пресвятой Богородицы, одному из главных православных праздников. По словам диакона Ильи Карпенко, присоединиться к группе могли не только прихожане церкви, но и те, кому небезразлична судьба города. Это и привлечение внимания к транспортной проблеме, привлечение внимания к экологии и, разумеется, патриотическое воспитание. Мы каждый год посвящаем этот велосипедный крестный ход какому-то событию воинскому, какой-то воинской круглой дате. В этом году все вместе празднуем 75 лет освобождения Анапы и края от немецко-фашистских захватчиков. Одной из контрольных точек велосипедистов стала батарея «Слава» на въезде в село Витязева. Преодолев 18 километров по Пионерскому проспекту, анапчане остановились у памятника, чтобы узнать его историю. Вот эта батарея 364 было установлена здесь для того, чтобы не допустить вражеский десант со стороны моря. Видите, отсюда очень хорошо просматривается море. Но случилось так, что со стороны моря батареи не пришлось отбивать десанты, а пришлось отбивать фашистов, которые вышли из Гастагая и направились на Анапу. Возрастных ограничений не было. Основное требование – уметь ездить на велосипеде. Около 200 человек преодолели 24 километра. От храма Серафима Саровского их путь лежал до часовни, расположенной на территории санатория «Жемчужин России», после чего они вернулись обратно. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.